Волейбольное и баскетбольное поля, площадка для воркаутов, футбольное поле с подогревом и искусственным покрытием, современные беговые дорожки. Все это теперь доступно жителям 7-го и 8-го микрорайонов. Как мы знаем уже, это самый лучший стадион в нашем городе, в городе Нижнекамске. Конечно, стадион нам нужен был очень давно. И сейчас вот его уже построили, и он такой у нас замечательный, красивый, большой. У нас есть один житель, труженик тыла, ему 87 лет, он мне говорит, Я каждое утро по 15 кругов делаю на этом стадионе. Как хорошо, говорят, что его сделали. На открытие нового спортивного комплекса собралось много жителей всех возрастов. Самые младшие облюбовали детскую площадку, буквально оккупировав каждый свободный уголок. Кто-то сдавал нормы ГТО и занимался на новеньких тренажерах, кто-то отправился осваивать новые игровые поля. Местная молодежь сразу опробовала в деле и в либольную площадку. В честь открытия волонтеры подготовили развлекательную программу с множеством различных конкурсов. Азарты детским играм придавало. И то, что в этот день дети еще и сладкие призы получали. В общем, праздник прошел под аккомодимент детского смеха. Что больше всего понравилось? Игра. Где получилось, что почувствовали? А на площадке что больше всего нравится сделали? Тренажеры. Очень незабываемые эмоции. Так весело. Тут провела время. Площадка очень веселая. Тут здорово. Много игр. Можно поиграть во все сразу. Буду заниматься спортом, бегать, прыгать и веселиться. Мальчишки тут же на футбольном поле разделились на команды и провели матчи по обе стороны. Поле своих поддерживали многочисленные болельщики и зрители. Жизнь кипела на каждом метре новой площадки. Я все лето в огороде была. Я жила тут недалеко. Я приехала с огорода где-то в конце августа. Я вообще удивилась. Такие перемены. Я так обрадовалась за детей, за всех. Приезжающих домов. Дети тут очень хорошо это восприняли. Стадион будет пользоваться популярностью. Мы планируем с соседними микрорайонами здесь проводить постоянно турниры, матчи, праздники. Собирать наше население. Когда есть такие возможности, почему не использовать? 26 миллионов рублей. Столько власти потратили на то, чтобы обновить спортивный комплекс между 11 школой и 1 гимназией. Масштабную реконструкцию начали этим летом и завершили аккуратно в начале учебного года. К слову, в этом году такие же площадки появятся у 3 школы и в Верхних Челнах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова